ну шо ребята пришла и зима в тульскую область и мы продолжаем путешествовать но по тульской области что в принципе тоже неплохо смотрите какая красота погнали кататься на лыжах зимой ребята и у нас тоже красиво я не люблю зиму я люблю море солнце пляжи но ради таких моментах вот как сейчас когда деревья покрыты снегом белые вокруг красота снега пока немного вот ради таких моментов как сейчас можно выбраться зимой в лес какая мрачная аллея иди смотрите туда прямо перед нами дремучий ивановский лес и мы попробуем его пересечь надеюсь и сначала просто видео обзора наших зимних покатушек они какого-нибудь триллер погнали катаемся ребята зима и лыжи это круто вставай на лыжи вперед ну как вам поездка на фера раньше ребята я не любил кататься на лыжах мне казалось что это как-то мучительно но отвратительно не знаю холодно лучше пересидеть дома и тупо дождаться весны когда она сама придет но раньше я никогда не был таких вот местах как сейчас смотрите вы прекрасный зимний лес здесь шикарно поэтому если вы все еще сомневаетесь покупать себе лыжи или нет я вам рекомендую их купить и начать осваивать зимний ухил развлечения поэтому вот блять сейчас минутку обрежем обрежем аккуратней поэтому ребята я советую вам лыжи все-таки взять и начать пробовать кататься особенно если вы это делаете плохо хорошо кататься в безлюдных местах например я не очень хорошо катаюсь на лыжах и здесь в лесу меня особо никто не видит я на их надеюсь что здесь никто не прячется не подсматривать за мной в общем таких вот прекрасных местах ты наслаждаешься одиночеством красотой вокруг и учишься кататься на лыжах так что вставать на лыж народ это круто ой а а а а а а и и Продолжение следует... Невероятная красота! Просто обалденно! Я очень дико рад, что я не сижу на диване и не набираю лишний жир. А вот сейчас на природе, выехал из леса, скоро подъеду к большому красивому водоему. И знаешь, что я буду делать? Я буду пить чай на морозе! Это вообще супер круто! Так что, можете повторить? А намчится примерно как Новый год к нам! Вперед! Да, с огромной скоростью! Это и была цель нашего путешествия. Федорское водохранилище, замерзшее. Стоим на льду. Надеюсь, не провалимся. И пьем чаек и кушаем батончики. Обычно мы берем с собой бутерброды, но сегодня батончик. Смотрите. Замерз немного. Горячий чай на морозе. Это круто! Ну что ж, чай мы попили, подкрепились. Теперь у нас силы ехать. Есть. Домой. Перед нами теперь задача форсировать. Крут. Вроде он замерз. Надеюсь, лед крепкий. Если лед не крепкий, вы это увидите. Если крепкий, то увидите тоже. Короче, я пошел. Желайте мне удачи. Давай, дайте. Здесь кто-то проходил, но, судя по следам, это был ребенок. Я не совсем ребенок. Был ребенок под 100 килограмм. Но лыжи мой вес должны распределить. Поэтому вперед. Перетекаем ледяной пруд. Можете поздравить меня с победой. Форсирование ледяного водоема прошло успешно. Едем дальше. Мы решили срезать через лес. Я помню, что здесь была тропа. Но тропа была летом. Короче, зимой я ее найти не смог. Но вот куда-то идем. Я надеюсь, мы выберемся отсюда. Так вроде ориентируюсь. Уже начинает темнеть. Меня начинает это напрягать. В лесу стоит невероятная тишина. Здесь классно, но немножко страшно. Потому что, что-то я не пойму, где эта гребаная тропа. Тропы нет. Ехать тяжело на лыжах. Это делать тяжелее вдвойне. И вот мы здесь блуждаем. Ну, в общем, надеюсь, продолжение этого видео будет счастливым. И мы выберемся из этой чаще. А пока Александр Сусанин продолжает свой лесной путь дальше. Но только единственное, что веду я не поляков, а гражданина Украины. Ну, тоже типа поляков, короче, ребят. Но все историю с Усанином знают. История грустная. Надеюсь, наша история будет не такая. Мы сдались. Лыжи сняли. И теперь идем через лес пешком. Вроде держим правильное направление. Ощущение, что лес скоро закончится. Ну, тропу, короче, я так и не нашел. Уже начинает темнеть. Я начинаю немножко нервничать. Но все равно круто. Круто. Мы все еще в лесу. Я нашел какую-то тропу. И она выглядит примерно вот так. Да, куча деревьев, которые опустились. Склонились над тропой. Перегородили нам проход. Вот. Но я знаю, куда идти. Поэтому скоро мы вырвемся. Да. Смотрите, какая у нас прекрасная тропа. Просто класс. В общем, несмотря на все трудности, я настаиваю, ребята, катайтесь на лыжах. Не сидите дома. Ну вот, мы и выбрались из Дикой Чащи. Все замечательно. История счастливая. Не как у Сусанина. Так что, ребята, катайтесь на лыжах. И подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!